МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изгнали сибирского хана с берегов реки Тюменки и возвели первую крепость русского острога. Знакомство с историей родного края для малышей из детского сада номер 135 началось с путешествия в XVI век. Именно тогда была основана столица Тюменской области. Пусть в нашей сказочной Тюмени все так же варятся пельмени, галдит репячая кутерьма, и как грибы растут дома. На протяжении уже нескольких столетий Тюменский край славится своим самобытным ковроткачеством. В день 75-летия региона ребята познакомились с ремеслом предков. Вместе изготовили полотно в традиционных цветовых оттенках. И кладут там, где нанесла хрен. Смотрите, как красиво. Это все подсохнет, и у нас будет красная панельмочка. Ребята, почему мастера использовали красный цвет? Красный цвет – это символ богатства. Мне сегодня больше понравилось рисовать и делать ковры. Ковры, они сделаны из шерсти, такой вот черной, мягкая такая. Чуть-чуть твердая, но вся мягкая. На площадке Тюмень талантливая малыши раскрасили картинки с городами региона. А на плодородном участке рассказали, какие овощи и фрукты растут на родной земле. Капуста, перчик, а это что? Маклажан, а это что? Тюменская область – это наша малая родина. Это там, где мы родились и там, где мы живем. В перетягивании каната победила дружба. Куда более сложные задания ребятам дали пернаты из тюменских подворий. Ни одного будущего птенца участники эстафеты не уронили. Переносили яйца, еще их перетаскивали. Да, в сапогах, на ручках. На ручках одевали сапоги и брали курицу, вот так и несли туда-сюда, туда-сюда. Один приносит, другой вносит. Один приносит, другой вносит. Общие для родителей, малышей и педагогов познавательные праздники проходят в 135-м детском саду несколько раз в год. Но проект такого масштаба здесь воплотили впервые. В разработку сценария проекта включились все – наши педагоги, наши родители. Сегодня вы видели, наверное, что многие родители как волонтеры выступали. И партнерство, сотрудничество наших детей и родителей приводит к тому, что мы создаем единую команду, команду единомышленников. И родители видят, как работают наши педагоги. Пока малыши путешествовали по станциям, хан Кучум, он же Сергей Пихи, перевоплотился в сказочника. Его дочка только второй день ходит в группу. А папа уже включился в жизнь детского сада. На волшебной поляне читал ребятам произведение Петра Иршова «Конек-горбунок». «Посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег била. Гриба в землю золотая, в мелкие кольца завитая». До этого в детстве читал и все. Тут не готовился, пришел. Самому интересно перечитать, вспомнить. Первый раз участвую в таком мероприятии. Было бы здорово, если бы еще раз позвали. Для Тюменской области в детском саду подготовили и свой символичный подарок. В танцевальном флешмобе закружились все вместе – дети, родители и педагоги. Хочешь узнавать новости первым – подписывайся на Тюменский образовательный канал.